сегодня 22 сентября 2020 года сегодня с вами Виктор Фурсов и кузнечик пластина крыл наблюдаем кузнечика когда он вылез немножко из контейнера видим его голову два глаза коричневых щупики тоненькие на голове и еще интересные ножки с такими расширениями на голених вот видим лапки с коготками он держится там видим еще даже клещики появились надо значит садочек помыть и выкинуть лишнее вот он сейчас решил подвигать своими верхними и нижними щупиками нижнечелюстными нижнегубными это самец потому что у него не яйцеклад сейчас посмотрим на его брюшко церкви маленькие церкви тут приготовился к прыжку напрям заднюю ножку думаю сейчас прыгнет стремнет кто его знает боегузик однако немножко побаивается него ярко светит лампочка поэтому нас леплен лампочкой на него залез даже маленький клещик решил почиститься от него надо почистить на усик залез там по усику ползет маленький клещик конечно хорошо что ты остановился пластина крыл прилетел просто на свет очень часто к подъезду подлетают пластина крыла на свет лампы около подъезда или лазят по стене вот тут не тут то было пришлось его поймать для обзора видим какие у него большие длинные крылышки и летает он великолепно как бабочка раскрывает полностью свои крылышки летит очень быстро размером он чтобы уж точно сказать примерно 3 сантиметра конечно по ширине он не очень большой по ширине где-то всего лишь 5 миллиметров у него длинные усики видим 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 какие у тебя длинные усики замечательные для щупони предметов для распознавания и в неволе пластина крыл не хочет петь однако вот в конце сентября сейчас середине сентября как раз иногда поют кузнечики это поют пластина крыла на деревьях особенно на деревьях потому что на деревьях не живут кобылки а вот такие вот зеленые кузнечики такие интересные пластина крыла обитаю там и самцы как раз поют вот видим сейчас на конце брюшка у него нет и циклада какой был бы у самки очень длинный а замутые две церкви это означает что это самец какие красивые жили жильчатые крылышки он ослепленный лампой не знает что делать прыгнуть или не прыгнуть убежать или не убежать ну когда прыгнет мы прервем наш репортаж пока покажем его колючие ножки с лапками как он замечательный как красивый жильчатые крылышки стена крыл поет при помощи своих крылышек потирая крылышки друг об друга а кобылки поют при помощи задних ножек которыми они свиренькают потирая бока брюшки и крылья вот такой красивый сегодня пластина крыл конечно не самый большой но как вы видите на экране он не маленький три сантиметра и вообще очень приятный наблюдение пластина крыла легко содержать в садочке потому что он очень терпеливый что значит терпеливый терпеливый в том плане что его можно кормить разной травкой пластина крыла я вывел один экземпляр зимой найдя случайно веточку с яйцом пластина крыла и он вырос от личинки до взрослой особи а это уже взрослый самец пластина крыла почему он терпеливый таки потому что он может есть трав как свежую так и сухую если вы забыли что садочка у вас трава она высохла пластина крыла с усердием будет грызть и сухую траву и при спокойненько будет продолжать расти линять и превращаться в следующую личинку но это очень опасно если забывать так очень часто взрослому ничего а личинки это очень плохо потому что у нас здесь была одна личинка который не досталось травки и она пыталась в основном сухой травкой ну ко всему прочему мне кажется и было мало места поэтому она не смогла полностью хорошо перелинять кроме всего прочего если удастся ее сейчас найти под покажу как получается если когда появляются проблемы при глинке у насекомых поэтому иногда все таки нужно давать кузнечикам влажную пищу влажные листики это гораздо лучше для их роста и для их содержания вот он дышит смотрите на брюшке и у него есть дыхать и каналам втягивает в трахе и воздух поэтому не грудью дышит он дышит брюшком с левой стороны это изогнутые церкви полиотемного аппарата самца уж расширенная задняя лапка такая вот длинная жильчатые такие крылышки прекрасного и дышит брюшком потому что на каждом сегменте брюшка располагается по паре дыхалец ведущих в трахеи дыхательные органы пластина крыла вот такого замечательного ровно крылого кузнечика длинного усова сегодня нам было приятно с ним познакомиться позволит себя спокойно поснимать и не убегать не убегать потому что тут бегать за ним посадочку все-таки довольно сложно его просто ослепила свет моей лампы диодовые приятно вам было передать привет от кузнечика пластина крыла который пожевывает у него крупные верхние челюсти которому разрезает травку и в основном растительноядный даже если содержать два экземпляра как говорят эксперты они не съедят друг другу что бывает при содержании например кобылок вы на которых наблюдаются каннибализм пожирания одними рон накрылыми других тоже как вы например у таракановых тараканы тоже могут при спокойненько друг другу сожрать попасти накрыл достаточно спокойное создание и очень удобно содержать садочки подкармливая листиками отдельными маленькими листиками акации шиповника и слива и он будет на них делать маленькие выгрызы и потихонечку подпитываться вот такой у нас сегодня красавец здесь вам было любопытно увидеть кузнечика пластина крыла крупным планом посмотреть как он умывается но эти сейчас убежит прыгнет только прыгает он думает что он не убежит мы его сейчас загоним назад его переселяем большего размера садок со свежей едой сейчас я чуть-чуть толкну он куда-то прыгнет чики чики передаем вам привет подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы и заходите на страничку в патреоне участвуйте в развитии нашего канала будете подсказывать различные новые темы и участвуйте финансово до новых встреч моего канала пока-пока и и и и и и и и